С приходом новой власти Котлас все больше лихорадит. Не только крупный бизнес уводит свои капиталы в другие регионы, малый тоже на изготовке. Неудивительно, с таким-то отношением чиновников. Вы сами что думаете по поводу этой ситуации? Не знаю, я не буду ничего говорить, поэтому комментировать вообще отказываюсь полностью. И это мои мысли, они останутся в моей голове. То есть, ну я так понимаю, что мысли-то не очень хорошие. Ну да. Это Максим Мурс уговорит про строительство сквера Победы. Свой первый опыт работы с Котласской администрацией. Он тот самый подрядчик, что по конкурсу выиграл одну часть проекта. Вторую на сегодня успешно выполнила компания «Каскад». Второй подрядчик у нас, мы здесь, то есть параллельно строили. Все, то есть стройка у нас шла примерно с начала апреля. Все строили потихоньку, планово, там проходил строительный контроль, проверял, там как укладывали блоки, все, все устраивало. Начали собирать настил, все, то есть закрыли. У нас там конец месяца, 29 число, наверное, уже мая, на 30 приемка. Тогда со стороны комиссии были найдены недочеты. Максим с ними согласился и попал. На два с половиной месяца придирок и переделок. Шли, замерили все доски, тут их более там 400. Замерили, сказали поменять 59 досок. Мы поменяли 59 досок, в понедельник в этот нам приходят на приемку, начинают снова проверять, говорят, еще 8. Мы поменяли еще 8 досок. Вчера у нас была еще одна приемка, также они приходят и говорят, меняйте еще 6 или 7 досок. Ну, то есть все, это уже каждый раз они находят какие-то доски и ссылаются на то, что они там сохнут, но, извините, доски лежат уже почти 3 месяца и они уже давно высохнут. Хотя, что одна часть проекта, что вторая, визуально мало чем отличаются. Разве что цветом доски, ну и еще обработкой. Везде есть неровные доски. А вообще, вот в рамках таких вот работ, это очень важно, строганная доска или нет? Все от сметы зависит. Она может быть по смете заявленная, не строганная, да, но пропитанная антисептиками. По долговечности-то она простоит, что та, что другая, потому что видно, что она пропитанная. Две сотых миллиметра. Отклонение толщины доски в отношении Максима играет супер важное значение. Ах да, у нас же тренд. Борьба с дьяволом, что кроется в деталях. Отсюда вердикт бюрократов. Меняй. Мы устали от этого. Так может, дело в этом. Молодой ИП вмешался в аукцион, избил не просто цену, но и счета планы, за что и получает. А вот экономической раскладки, вы сейчас вообще в какой ситуации с этим проектом оказались? В плачевной. Ну, поконкретнее. То есть сумма проекта у вас была порядка 700 тысяч рублей, да? Да. Сколько вы затратили на материалы и на... Много, много. Больше, чем мы заработаем. Намного больше. То есть получается, что в ходе всех этих переделок у вас уже ваши расходы, они превысились 700 тысяч? Да. И сейчас вы просто просите вернуть свое? Вернуть свое, да. По моему мнению, неоплаты работ подрядной организации, подрядная организация должна была уведомить должным образом заказчика выполнения их работ. Заказчик должен был сюда приехать, все это осмотреть, составить комиссионный акт, эксперты либо привлечь к экспертизу, либо самостоятельно, и дать мотивированный отказ по тем причинам, почему они оплачиваются. То есть это должно было выполнено минимум один, либо два раза. То есть может быть что-то не заметили в первый раз, либо скрытые работы какие-то не были учтены, либо что-то, как бы вариантов может быть много. Но со слов, опять же, апеллируя словами подрядной организации, если это выполнялось пять раз, здесь уже вопрос к заказчику. Сейчас Максим готовит на администрацию жалобы в прокуратуру и в суд. Будет отстаивать свои выполненные работы. А если прокуратура вам не поможет, если в суде вы ничего не докажете? Ну, значит, все разберем, увезем домой. Такими темпами сквер Победы может оказаться в эпицентре грандиозного скандала. Общественная территория благоустроена в рамках программы формирования комфортной городской среды, где в основном федеральные и областные средства.